А вы в курсе, что Краснодарский край занимает третье место в России по количеству государственных реабилитационных учреждений для инвалидов? Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Ну и сегодня в нашей программе мы поговорим о том, насколько комфортно на Кубани живут люди с ограниченными возможностями здоровья. И можно ли назвать регион по-настоящему доступной средой для инвалидов? Начнем с цифр. В Краснодарском крае сегодня 33 учреждения, которые занимаются реабилитацией инвалидов. Один из последних открылся в мае в станице Передовой от Радненского района. Большинство центров реабилитации ориентированы на помощь детям. К слову, на Кубани сегодня проживает 450 тысяч инвалидов. Из них 25 тысяч – это дети. Кстати, количество детей-инвалидов в последние годы увеличилось. Специалисты этот рост связывают с улучшением качества диагностики. Крайне важно поставить правильный диагноз как можно раньше. Об этом говорили на региональном межведомственном семинаре. Он третий год подряд проходит в Сочи. В Большом совещании принимают участие специалисты из краевых министерств. Труда и соцразвития, здравоохранение, образование и молодежной политики. Формирование системы комплекса реабилитации инвалидов, именно как системы, у нас в крае ведется с 2000 года, когда были приняты первые краевые целевые программы по оказанию реабилитационной помощи инвалидам, направлены на повышение качества жизни инвалидов. Стали реализовываться мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, за счет средств краевого бюджета, развиваться сеть реабилитационных учреждений, которых на сегодняшний день уже 33, большинство из которых обслуживает детей-инвалидов. Действующая сеть реабилитационных учреждений позволяет оказывать помощь детям различных возрастных категорий, с различными нарушениями, будь то последствия детского цельбального паралича, расстройства аутистического спектра, кахлярной имплантации, ну и ряд других нарушений. Сегодня мы можем наблюдать не только количественное увеличение показателей системы реабилитации, но и качественный скачок в отдельных направлениях, которые связаны с научными достижениями в области медицины, в том числе протезирования, в образовательных программах, развиваются современные технологии социальной реабилитации. Системный подход к реабилитации детей-инвалидов обеспечивает не только комплексность реабилитационных мероприятий, но и их преемственность, последовательность и индивидуальный подход. Конечной целью всего процесса реабилитации детей-инвалидов – это обеспечение социальной адаптации ребенка, когда он достигает взрослого периода, в том числе достижение материальной независимости и интеграции в общество. То есть все усилия органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения должны быть направлены на то, чтобы он смог использовать имеющиеся у него возможности двигательные, интеллектуальные, другие, смог получить доступный ему уровень образования, и в последующем он мог материально собеспечить, пользоваться благами, не только благами цивилизации, но и сам вносить в них посильный свой вклад. Очень важно, что к этой работе приобщается родительское сообщество, и главное мы видим на практике, что активными участниками, очень деятельными звеньями этой системы становятся общественные объединения и некоммерческие автономные организации. Мы видим, что их опыт сегодня получает одобрение не только на уровне краевом, но и на уровне всероссийском. Ряд из них стал уже не первый год получателями грантов президентских, а, следовательно, получателями возможностей для того, чтобы расширить сферу своих услуг, распространить ее на более обширную географию, охватить все больше муниципальных образований, вовлечь все большее число детей и семей, воспитывающих деток с особенностями в развитии, в круг оказания столь необходимой помощи. Очень важно, когда мы говорим о становлении системы ранней помощи детям с ОВЗ, понимать, что неотъемлемыми понятиями этой системы должны стать системность, комплексность и своевременность. И медики говорят о том, что уже не только в перионатальном, но и в неонатальном периоде уже надо понимать, какая помощь нужна родившемуся ребенку. При переходе в перинатальный период она тоже должна быть своевременная по мере выявления проблем, которые возникли у ребенка. И, конечно, только раннее, действительно раннее выявление проблематики становится залогом успешности всей системы оказания помощи. Медики выявили, и обязательно, чтобы в этот момент, когда начинается медицинское сопровождение, обязательно подключалась система образования, потому что необходимо оказание педагогической, психологической помощи. И вот здесь, на мой взгляд, очень важно нам понимать, что не только ребенок должен быть в поле зрения специалистов. Нашим вниманием должна быть окружена вся семья, потому что от того, насколько осведомлены родители, насколько психологически они подготовлены к выполнению своей миссии, насколько грамотно, системно они выстраивают свои действия и умеют наводить коммуникации со всеми вышеперечисленными системами, конечно же, от этого зависит результативность. Раннее выявление проблемы и своевременное оказание помощи может предотвратить даже установление инвалидности для ребенка. А мы понимаем, что это та проблема сегодняшнего дня, которая не просто обращает на себя внимание, она кричит, потому что инвалидизация детского населения, к сожалению, не снижается, а только набирает обороты. Причем обращает на себя внимание инвалидизация детского населения в возрасте до одного года. Интеграция детей в общество путем укрепления их психического, психологического и физического здоровья, а также укрепления семейных отношений – сегодня это одна из важных задач, отмечают краевые власти. Выработка единых подходов, в том числе механизма межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи, очень важна для включения детей с особыми потребностями, как в образовательную сферу, так и в целом для их развития, социализации и улучшения качества жизни. И, наверное, самая главная задача – это услышать мнение непосредственно тех, кому мы стремимся помочь своей деятельностью – это родители детей с особыми потребностями. Зачастую именно они влияют и понимают лучше других, какие методы реабилитации необходимы для конкретного ребенка. Мы открыты к сотрудничеству с негосударственными учреждениями и готовы помочь наиболее активным родителям и родительским сообществам в решении вопросов организации реабилитационной работы. В Сочи, например, семьи, воспитывающие особенных детей, объединяются в общественной организации. Таких в городе уже пять. Одна из них называется «Православная Кубань». О методах работы с особенными детьми и об участии в этой работе родителей нам в интервью рассказал председатель правления этой краевой общественной организации. Мы готовим сегодня к учебе в интернате с 1 сентября шесть аутистов со сложной структурой дефекта, неговорящих практически. Наша задача за три месяца, что очень сложно, к сожалению, раньше родители к нам не могли прийти, поэтому мы работаем по президентскому гранту детей для того, чтобы сформировать у них учебное поведение. Основные проблемы аутистов, как известно, поведенческие. Соответственно, наша задача их усадить. Мы работаем персонально и пробуем коллективные занятия, соответственно. И вот это третий год мы этим вопросом занимаемся. В общем-то, каждый год мы несколько детей готовим. В перспективе мы видим расширение этой работы именно в рамках... Сейчас в этом году в интернате будет сделан ремонт, и в следующем году мы надеемся, что уже Малышкина школа будет работать в летний период непосредственно прямо в интернате. То есть наша задача совместно наработать такие технологии, подготовки детей, которые уже могли бы приходить и нормально садиться в первом классе. Чтобы не полгода их готовить уже в рамках самого учебного процесса, а именно до того. Это одновременно и Малышкина школа, и родительская школа. Потому что мы вот у нас как? У нас приходит, например, ребенок, мы родителям выдаем учебники, пока ребенок занимается, родители у нас учатся. Также мы делаем постановочные семинары для родителей, чтобы они могли изучить профильную литературу в этом направлении, которое есть. Подход к ребенку индивидуальный во всех случаях. То есть есть множество методов. ИИБИ, и ТИЧ-программы, наши российские методики. Как говорит наш учитель Сергей Алексеевич Морозов, нужно подбирать от ребенка. Не метод за ребенок, а наоборот должно все быть. Сначала ребенок, смотрим на его проблемы, ищем метод и с ним работаем. И если получается, значит здорово. Не получается, ищем другой метод. Еще один семейно-досуговый центр в Сочи, который открыли неравнодушные к проблемам детей-инвалидов, это инклюзивный центр «Особое детство». Он получил сразу два гранта – федеральный и краевой. Благодаря помощи бюджета в центре, например, открыта мультстудия. Смотрим сюжет. Персонажей лепят из пластилина. Вместе способные родители и особые дети. А сюда, в центр «Особое детство», который расположен в микрорайоне Макаренко, чаще всего приходят семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это и расстройство аутистического спектра ДЦП, синдром Дауна, а также слабовидящие и слабослышащие. Им необходимо помогать развиваться. Они уже в этом возрасте видят, что они могут что-то вместе сделать и что-то хорошее, качественное получится. А я им помогаю в этом технически. В то же время я им рассказываю, как все это происходит. Как происходит покадровая съемка, как проходит звукозапись, звукомонтаж, как происходит сборка мультфильма. Такие мультфильмы нужны детям, как учебное пособие, ведь в каждом из них заложен смысл. Сценарии родители пишут сами. Вот на подходе два мультфильма «Здравствуй, друг», о том, почему надо здороваться и прощаться, и встреча с незнакомцем, как вести себя при встрече с незнакомым человеком. Создавать мультипликационные фильмы, которые будут основаны, в основе которых будут положены социальные истории. Не каждому ребенку особому можно объяснить, что будет в каком-то случае. Но это можно попробовать показать. В прошлом году родители озадачились, чем же увлечь детей, чтобы продолжать их развитие в более увлекательной форме. Задумали мультстудию. Вот такой необычный проект представили фонд президентских грантов. И победили в числе двух тысяч организаций из девяти тысяч претендентов на грант. Из-за того, что все-таки новизна нашего проекта в том, что это мультстудия, и что это дети необычные, дети особенные, и дети вместе с детьми, и дети вместе со своими нормотипичными сверстниками обучаются. Получили грант и в крае. Краевой грант – это реализация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья членов их семей. В его рамках будет проведено 350 семейных групповых занятий. А еще педагог Анна Кошкина обучает ребят актерскому мастерству и сценической речи. Все для того, чтобы они умели озвучивать своих персонажей. Счастливы дети, довольны за них родители и за себя, что смогли для своих детей создать новое творческое и полезное поле. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% от всего населения планеты – это инвалиды. В России 8% населения поставлен такой диагноз. Такие же цифры и по Краснодарскому краю. В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья важен системный подход. Реабилитация – это не только лечение, но и социальная адаптация к жизни в обществе. Между тем, отметили эксперты на межведомственном семинаре, проблемы возникают даже в инклюзивных классах, где образование на равных получают дети с разными физическими возможностями. А ведь наша задача – эту помощь приблизить в шаговой доступности ее сделать для семей, чтобы такая система могла бы складываться в каждом муниципальном образовании. Мы понимаем, что это невозможно, например, сделать в каждый муниципалитет по центру. Но нам надо увеличивать количество муниципальных образований. Вокруг другие могли бы объединяться и получать всю необходимую помощь. То есть нужны муниципалитеты, в которых будет полностью выстроена вертикаль и в системе образования, и в системе здравоохранения, и в системе Министерства труда и социального развития. Уже примерные образцы регламентов взаимодействия, разработанные Министерством труда и социального развития, они даже опережают сейчас федеральную практику. И вот мне кажется, что нам, не дожидаясь утверждения этих регламентов, нам необходимо активизировать информационно-просветительскую работу. Необходимо менять ментальность в целом общества в отношении детей с ВВЗ. Еще нередки в мой адрес, к сожалению, обращения родителей, большинства детей класса, которые отторгают ребенка с ВВЗ, которые считают, что их права нарушены тем, что сидит ребенок с определенными серьезными проблемами, на которые должен отвлекаться учитель. И приходится много времени тратить на работу с этими родителями, для того, чтобы дать понять, что перед законом все равны. И у нас по Конституции каждый человек, каждый ребенок имеет равные права, несмотря даже на свои проблемы в состоянии здоровья. То есть это тоже очень мощный, очень серьезный блок нашей с вами совместной деятельности, потому что во всей проблематике обращений и заявлений граждан проблема разъяснительной работы, к сожалению, не перестает оставаться острой. В вопросах реабилитации важен индивидуальный подход и использование различных методик оздоровления, в том числе зарубежных. Так уже принято решение, что сочинские дети-аутисты отправятся на реабилитацию в Китай. Об этом договорились власти Сочи на встрече с Китайским фондом благосостояния инвалидов. Эти кадры сняты в прошлом году. Тогда 18 детей-аутистов из Китая приехали в Сочи на реабилитацию. Они попробовали новый для себя метод лечения – дельфинотерапию. Он направлен на психическое развитие особенных ребят. В оздоровительном центре «Морская звезда» общение с морскими животными, как метод реабилитации, практикуют уже больше 10 лет. Пройти курс сюда ежегодно приезжает около 700 человек. Сейчас мы принимаем уже вторую группу в этом году, 19-й год. Многие мамочки, которые были у нас первый раз с детками, приехали к нам уже повторно, потому что увидели положительный результат от лечения дельфинами. Сейчас к нам приехали 6 деток в сопровождении родителей. И в июле приедет такое же количество. О том, как построена работа с детьми-аутистами в Китае, сегодня рассказали гости из Поднебесной. Из Канэр в Сочи приехала целая делегация специалистов во главе с фондом благосостояния инвалидов. В ходе общения выяснилось, что китайские и сочинские специалисты используют одинаковые методы реабилитации детей-аутистов. Все, кроме дельфинотерапии. Дельфинотерапия для нас – это новый метод лечения, а в Сочи его используют уже 11-й год. Мы надеемся перенять этот опыт и надеемся, что многие дети приедут из Китая для лечения. Ведь, как показывает практика, дельфинотерапия дает реальные результаты. Китайцы готовы прислать в Сочи своих специалистов для обмена опытом и пригласили к себе российских дефектологов. Отправятся за границу и сочинские дети-аутисты. С таким диагнозом в городе сегодня живет 161 ребенок. Китайская делегация, благотворительный фонд их, будет принимать наших детей. И было заявлено руководителем делегации, что ежегодно по 10 детей бесплатно будут находиться в Китае и по их методикам проходить лечение. Уже было упомянуто, что в Краснодарском крае несколько лет действует государственная краевая программа, которая называется «Доступная среда». Ее цели – это повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизни инвалидов. Так, в рамках госпрограммы «Доступная среда» в Краснодарском крае в прошлом году безбарьерными стали 11 объектов сферы соцзащиты, 7 учреждений культуры, 6 государственных учреждений здравоохранения, 7 учреждений спортивной направленности и 10 детсадов. В прошлом году было реализовано новое мероприятие, обеспечена доступность трех организаций профессионального образования. Два колледжа в Ейске и в Павловске техникум профессиональных технологий стали у нас доступны. Мы на это выделили 10 миллионов рублей, и сегодня у нас на 17 образовательных организаций больше в Краснодарском крае, которые отвечают всем требованиям. Безусловно, это хороший результат. Поддерживать такой результат уже на протяжении нескольких лет помогает государственная программа «Доступная среда». В прошлом году на ее финансирование из консолидированного бюджета было направлено более 100 миллионов рублей. В 2018 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов в 38 приоритетным объектах. В 17 образовательных организациях созданы условия для получения инвалидами и детьми-инвалидами качественного образования. 5 единиц общественного транспорта оснащены радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению, 11 – звуковыми и визуальными табло. Доступными становятся и пляжи в курортных городах края, что особенно актуально в разгар летнего сезона. Так, в Сочи, например, уже более 30 пляжей оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Такие пляжи есть во всех районах города. Их в обязательном порядке проверяют органы соцзащиты, что предусмотрено краевым законом. На этих кадрах пляж Ривьера. Он оборудован по всем нормам и правилам. Максимально удобен для инвалидов. Здесь есть отдельный туалет для маломобильных, раздевалка с душевой и кнопкой для вызова персонала, если понадобится помощь. Выход к морю тоже удобен. Сотрудники пляжа прокладывают вот такую дорожку с мостиком к воде, чтобы можно было легко двигаться и к колясочникам. Данный пляж является муниципальным, безукоснительно выполняет все требования, все рекомендации органов социальной защиты для приведения данного объекта к полной доступности для различных категорий групп населения. Как для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению, по слуху и так далее. На данном объекте оборудованы пути движения, обозначены пути движения, выделена зона для купания, оборудован туалет для маломобильных групп населения и инвалидов. То есть объект полностью готов к пляжному сезону, доступен и рад всегда приветствовать наших гостей города. А это уже пляж Приморский. Если нужно, то его сотрудники в любой момент могут помочь отдыхающим с ограниченными возможностями пройти в воду или раздевалку. Все на уровне, никаких проблем абсолютно, только положительные эмоции, все супер. В принципе, на любом пляже, на любом, на любом. И в Дагомысе, и в Олимпийском парке. То есть все приспособлено, все удобно, все как нужно. У меня под ногами деревянные трапы, чтобы можно было там с коляской детской подойти к набережной. А я их использую как направляющие. То есть, если по городу тактильная плитка, то на набережной вот, пожалуйста. Деревянные трапы, они как раз перпендикулярно выходят на море. С 2010 года в Краснодарском крае соцзащита населения вместе с общественными организациями проводит мониторинг уровня безбарьерной среды. А с 2012 года мониторинг доступности приоритетных объектов. Управление социальной защиты населения в Центральном районе продолжает свою работу в рамках государственной краевой программы «Доступная среда». И согласно постановлению главы Краснодарского края от 2010 года, значит, организуют ее в таком порядке. Составляется реестр приоритетных объектов ежегодно, в который входят как единичные приоритетные объекты, так и социально значимые объекты. В настоящее время в реестре значится 270 объектов. Составляется план мониторинга объектов всех. И поквартально это делается. В настоящее время на конец первого полугодия управлением обследовано 136 объектов из 270. Из них 120 доступны. Это социальные объекты. Это и учреждения здравоохранения, учреждения образования, это учреждения культуры. Есть точечные объекты, допустим, как пенсионный фонд, управление социальной защиты, или, допустим, дворец культуры. То есть это будут точечные объекты. А так, это, как правило, социально значимые те объекты, которые в свое время общественные организации инвалидов подали для включения в реестр. Работа в этом направлении постоянно продолжается. И на конец 2019 года будет формироваться реестр на 2020 год. Если будут внесены какие-то изменения или какие-то пожелания, то, естественно, эти объекты будут внесены в реестр. К слову, хотелось бы сказать, что на территории центрального района сформировано 6 эталонных зон, которые в себя включают все эти объекты поделены, и, соответственно, ведется работа. В отношении тех объектов, которые у нас недоступны, Управление социальной защиты выдает паспорт со степенью «недоступен». В дальнейшем по порядку мы обязаны, и мы это делаем, направляем информационные письма в вышестоящие организации, если таких организаций, для принятия мер. Если таковых организаций нет, значит, в контрольно-надзорные органы, в частности, в прокуратуру, для принятия мер прокурорского реагирования и побуждения собственников либо арендаторов к приведению их объектов полностью доступны, чтобы они были. Добавлю, что в Сочи уже более 1400 объектов приведены к требованиям доступности, и сегодня город-курорт входит в тройку городов, удобных для людей с ограниченными возможностями, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Ну а теперь предлагаю затронуть еще одну важную тему – это трудоустройство инвалидов. В регионе действует краевая программа о содействии занятости населения. Сегодня в Сочи более 850 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предложения для соискателей самые разные – это учителя, инженеры, врачи, кондитеры, грузчики, дворники, менеджеры и другие вакансии. Центр занятости населения города Сочи особое внимание уделяет людям с ограниченными возможностями и с ограничениями по здоровью. Мы не только трудоустраиваем наших инвалидов на работу, мы их еще и профориентируем и профобучаем. Но есть одно из условий – это карта реабилитации, абилитации. То есть мы действуем строго с рекомендациями и противопоказаниями для конкретного гражданина. То есть что ему можно, где он может работать, какие у него ограничения по состоянию здоровья. То есть для нас это обязательно характер носит. Помимо этого, у нас с этого года есть программа по сопровождению инвалидов. Мы доводим инвалида до рабочего места, где при трудоустройстве работодателем назначается наставник, который курирует трудоустроенного инвалида обязательно. Помимо этого, у нас есть краевая программа. В рамках краевой программы наши инвалиды принимают участие в трудоустройстве во временном, по испытывающим трудностям, где помимо зарплаты мы софинансируем материальной поддержкой, чтобы поддержать наших безработных инвалидов. На сегодняшний день к нам обратилось порядка 160 инвалидов, из них 60 трудоустроенных. Помимо этого, у нас есть постановление главы города Сочи по квотированию рабочих мест, где одним из условий является трудоустройство инвалидов как обязательным для работодателя с численностью 35 человек. На сегодняшний день у нас заявлено порядка 600 вакансий для инвалидов различных профессий. Это и охранники, и бухгалтера, и горничные, и медицинские сестры, то есть в различных сферах. Конечно же, мы также проводим и специализированные ярмарки вакансий для данной категории граждан, где непосредственно наш безработный гражданин может обратиться к работодателю, провести предварительное собеседование, познакомиться с работодателем, и в дальнейшем уже трудоустраиваться. Более того, каждый год и краем, и Москвой разрабатываются какие-то новые мероприятия для того, чтобы было проще трудоустроиться инвалидам, чтобы наши работодатели не боялись, чтобы для них это было безболезненное трудоустройство. Допустим, у нас есть еще программа, мы возмещаем заработную плату работодателю на трудоустроенного инвалида. То есть за фактически потраченную зарплату мы выплачиваем деньги работодателю, но не более трех месяцев. Ну и, конечно, важная составляющая социальной интеграции инвалидов в общество – это их участие в культурной и спортивной жизни региона. За особые успехи в общественной, культурной и спортивной деятельности по итогам прошлого года 15 человек получили премии губернатора, трое из них – дети. Я хочу поблагодарить и, конечно, всех тех, кто сегодня занимается интеграцией инвалидов в общество – это и врачи, и учителя, и наставники, и социальные работники, которые работают с такими людьми. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо семьям, которые сегодня принимают детей с особенностями в свою семью. А что касается власти, то мы, в свою очередь, делаем сегодня значительно для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова